Тут вот шифонер стоял, тут комод телевизора, телевизор, конечно, ничего. Тут пенат стоял, от него сразу пожарные сказали, пепел. Вере Черногубовой остается только вспоминать, какой уютной была ее квартира. Перед Новым годом пенсионерка сделала ремонт. А сейчас новая мебель, одежда, документы, все сгорело. В новогоднюю ночь, рассказывает женщина, соседи начали пускать фейерверки. Один из зарядов попал прямо на ее балкон. Она гудела так громко и очень долго летела. Я захожу в комнату, и стекло бабах посыпалось, и квартира вся загудела, все стреляет. Я вышла, я даже в таком состоянии была, я ничего с собой успела, только вот эти вот сапоги натянуть и все. В тот момент Вера Черногубова едва успела понять, что происходит. Она пыталась вернуться, чтобы спасти вещи. Но из горящей квартиры ее вытащила соседка. Забегаю к ней, там уже это, нет, начали стекла в мелкую такую крошку, а потом дым пошел как торнадо. Естественно, ее это вытаскивало оттуда. Она в таком шоке была. Сейчас погорелица временно живет у соседки. Как восстанавливать квартиру, Вера Черногубова не представляет. Ведь она пенсионер и к тому же имеет инвалидность. Говорит, что куда бы ни обращалась, никто ей помочь не может. В управляющей компании отказались даже забить окна. Хотя есть риск, что в мороз могут лопнуть батареи. Что теперь делать, женщина не знает. Юристы рекомендуют написать заявление в правоохранительные органы, чтобы найти виновных. Если найдут, будем считать, что повезло. Можно заказывать оценку, определять размер ущерба и предъявлять судебный иск о возмещении вреда. Если не найдут и квартира не застрахована, то рассчитывать пострадавшим на какую-либо компенсацию не имеет смысла. В правоохранительных органах уже провели проверку и опросили соседей. Были опрошены свидетели и очевидцы. Фактов, указывающих на наличие умышленных противоправных действий со стороны неизвестных, не установлено. В связи с чем, материалы проверки направлены в территориальный отдел надзорной деятельности для принятия процессуального решения по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. Какое решение будет вынесено, пока неизвестно. Однако Вера Черногубова уверена, что и здесь ей не помогут. Плюс ко всему, официально ее квартира даже сгоревшей не считается. Мы выдаем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Там сказано, что уничтожено остекление балкона, личные вещи балкона и повреждено имущество квартиры, расположенное вблизи балкона. Пенсионерка говорит, что, судя по всему, ответственность, что за сгоревшую мебель, что за остекленный в рассрочку балкон, никто не понесет. Вера Борисовна приводила квартиру в порядок к грядущему юбилею. Но все усилия уничтожил праздничный заряд. Оказать помощь Вере Борисовне может любой желающий. На экране вы видите номер ее счета.